Привет, меня зовут Егоров Алексей, и сегодня я вам покажу, как легко и быстро можно написать программу для распознавания лиц на Python. Мы для этого будем использовать библиотеку OpenCV, а в качестве основного метода будем использовать метод Виола Джонса. Мы разделим наше занятие при выкладывании на YouTube на 2 части. В первой части я вам покажу, как работать с камерой, а во второй части покажу, собственно, непосредственно, как написать трекер. Я думаю, что вторая часть на самом деле чуть сложнее, чем первая, но, тем не менее, по смыслу они разделены. Для того, чтобы у нас все получилось, я создал соответствующую цифровую инфраструктуру, импортировал OpenCV Python с помощью команды pip install, предварительно ее установив, почти импортировал, простите, теперь импортировал. cv2 это обозначение для OpenCV Python и, собственно, добавил сюда вот здесь каскад HR, он нам потребуется чуть позже. Итак, так как это вспомогательный модуль с камерой, то есть мы просто учимся работать с ней и здесь сделаем впоследствии возможных метод для более удобной может быть работы с камерой, то нам необходимо проверять на то, что этот модуль является главным и непосредственно исполняемым. Значит, что необходимо сделать? Вебкам, создать такой объект, который является объектом типа видео, captcha и предварительно передать ему параметры 0, то есть будет использоваться то устройство, которое по умолчанию является основным. Если у вас несколько камер, то регулируя этот параметр, можно между ними переключаться, но у меня в данном случае одна, поэтому мне хватит. Далее в бесконечном цикле нам необходимо считывать по кадрово с помощью команды read, которая нам возвращает два параметра. Первый параметр это red, ух, значит, мышка поубежала. Это true или false, в зависимости от того, получилось ли считать или не получилось, а второй параметр frame это, собственно, наш кадр. If not red, так как если считать не получилось, то прерываем выполнение цикла. Значит, далее, так как мы, у нас, если мы двигаемся дальше, что у нас все успешно, то с помощью метода I'mShow мы визуализируем наш кадр. В первый параметр метода передается имя кадр, имя того окна, которое у нас будет визуализировать, а во второй параметр передается, собственно, тот фрейм, который мы будем вводить на экран. Кроме этого необходимо обязательно дать возможность визуализировать данные, и чтобы мы увидели на изображении, что что-то происходит. Для этого мы должны добавить команду with key, которая будет делать паузу, небольшую, прям микропаузу, чтобы ее хватало для вывода изображения на экран. А вот этот кусочек кода, он позволяет нам прерывать показ изображения при нажатии на клавишу Q, ну или на любую другую клавишу я нажму на Q. Собственно, так и напишем break. Собственно, он проверяет условия, вот за счет этой проверки он эту паузу выдерживает во время проверки. Так надо будет команду написать отдельно. После этого, если мы прервались и вышли хорошо, то нам необходимо обязательно сделать релиз, то есть выпустить эту веб-камеру. Что это значит? Это фактическая ситуация. Вы захватываете камеру и начинаете с ней работать. Если потом вы от нее не отключаетесь, то программа может в итоге сблокировать другие приложения, доступ к другим приложениям камеры. И вам необходимо уничтожить все окна, как бы страшно это не звучало, но имеется в виду все созданные программы окна. Значит, throw all windows. В принципе, это такой базовый код, который, если мы сейчас запустим, будет показывать мое лицо. Да, вот он показывает. Привет, это я. Значит, если я нажимаю Q, вот я нажал, у меня все заканчивается. Плюс, вы видите, он пишет warning. Ну, это не критично. На самом деле, значит, в принципе, вот этот код позволяет нам воспроизводить видео с камеры и прерывать показ с помощью команды Q. Чего нам еще не хватает, ну, на самом деле. Не хватает, на самом деле, попробовать понять, как много вообще вся эта процедура тянется. Это нам еще будет интересно тем, что мы после этого сможем для Face Detection сделать проверку по, ну, в смысле, увидеть тоже, сколько времени тратится на непосредственно Detection и сравнить это с тем, сколько времени тратится на просто вывод изображения на экран. Значит, что нам потребуется, чтобы все было хорошо? Введем внутри вот здесь простой список. ListOfDuration. Он будет пустым в начале. Значит, что мы будем делать далее? Мы зададим какую-нибудь длину ему. Ну, допустим, max.ln равно 100. Я сейчас покажу, где она пригодится. И с помощью команды time, простите, не здесь, вот здесь мы пишем time start. Мы сохраним текущее время. Я вот, видите, добавил специальную библиотеку time. Time start, конечно. А вот где-нибудь, например, перед, перед, естественно, перед выводом изображения на экран. Это важно, потому что изображение, вывод изображения на экрана занимает такое же время. Значит, workTime равно time, time, минус, time, start. Простите, минус. Значит, добавили. И что мы будем делать? Мы будем, если размер нашего списка, listOfDuration, больше, чем max.ln, отставить, max.ln, то мы удаляем из этого списка, remove, элемент, который является нулевым. Вот так его напишем. Чтобы точно все было, чтобы мы не проверяли сейчас ничего, то вот так просто мы удаляем нулевой элемент. И после этого добавляем в этот список следующий элемент, он у нас workTime. То есть у нас получился большой-большой лист, состоящий из чиселок каких-то, которые вот являются разницей между всем вот этим. Значит, что нам теперь необходимо сделать? Нам теперь необходимо, ну, для удобства я еще добавлю numpy, import numpy, numpy as np. У меня она установилась вместе с OpenCV, потому что для OpenCV обязательно требуется numpy, поэтому не переживайте, она у вас тоже установилась, если вы все сделали правильно. Значит, и я вот здесь выведу на экран определенную конструкцию со временем, AverageTimePerFrame, и, собственно, вот здесь я задам конструкцию, которая мне будет, например, округлять np.min от ListOfDuration, то есть она будет брать весь этот список, брать от него среднее. Для удобства я вам сразу скажу, что здесь его надо умножить на тысячу и округлять до двух знаков. Собственно, теперь мы можем по-хорошему увидеть, еще раз потестировать нашу камеру. Она, вот видите, меня пока воспроизводит, 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 воспроизводит. По факту накапливается 100 кадров, например, достаточно быстро, в секунде от 24 до 30 кадров на разных камерах, а иногда бывает и 60, и больше, меньше тоже, правда, бывает. Нажимаем Q, и вот она выводит нам, что AverageTimePerFrame это 30,95, ну, добавим сюда текст миллисекунд на будущее. Простите, вот здесь миллисекунд пишу. Значит, все, считай, мы написали вообще практически все, что нам было необходимо, но стоит сделать, ну, как бы одну единственную оставшуюся вещь. Это чуть структурировать код, раз уж мы писали обердочку для работы камеры, и сделаем такой вот метод, который будет иметь два параметра, white и height, который будет нам возвращать, собственно, нашу вебкам, но не просто вебкам, а если мы поставим здесь метод set, используем, и напишем третью параметр, цифру 3 вначале, вот эта циферка задает, какой параметр у камеры мы меняем, то мы сможем в будущем менять размер выводимого на экран изображения с камеры, а четвертое это, собственно, высота. Вот мы задали два параметра, возвращаем вебкам, и, собственно, теперь мы, если вот здесь поменяем метод, поставим dev.webcam, и будем передавать в него 1280 на 720, например, то у нас все будет работать так же, как работал раньше, но зато мы, если мы сейчас поменяем эти циферки впоследствии, вот, 1280 на 720, ну, не знаю, поменяем это на 640, 640, ну, на сколько 720 пополам? 360 поменяем, и, собственно, мы, мне кажется, увидим, что у нас должно уменьшиться, да, видите, у нас уменьшилось размер выводимого изображения на экран. Вот, собственно, и все, что мне хотелось написать. В первом модуле нашего такого занятия, нажимая Q, 30,09 миллисекунды на кадр тратится. Это, кстати, достаточно много. Значит, следующее наше занятие, следующий блок, в следующем видео вы сможете посмотреть, как, используя вот этот написанный код, мы напишем код для поиска лиц. Спасибо вам большое за внимание, и до встречи.